Привет, друзья! С вами снова я, Елена. И у нас с вами сегодня обзорчик довольно-таки большого заказа с текстилем Ивановским. И заказывала я на сайте Семья Маркет. Думаю, может быть, кто-то даже знаком с этим сайтом и когда-то там что-то заказывал. Хочу отметить, что за первый заказ, если вы впервые заходите на этот сайт, вам сразу же дают 7% скидку, как новому покупателю. И также, если вы вносите 100% предоплату, вам дарят еще 3% скидку. А если у вас довольно-таки большой заказ, то есть 10 и более позиций, то вы получаете еще и подарок. Так что я получила свой подарок. И давайте перейдем с вами к обзору моих покупок в более детальном. В качестве подарка за свой заказ я получила вот такое огромное полотенчико. Оно красивое для влюбленных. Прям вот такое романтичное. Здесь медвежата, розы и сердечки. Оно большое, хлопчатобумажное, вафельное. Довольно-таки большое. На нем нет размеров, не написано, нигде не указано. Но в ширину оно, наверное, сантиметров 80, а в длину полтора метра. Ну, примерно. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть-чуть больше. Вот. Довольно-таки большое, красивое. Я бы назвала его даже банным. То есть можно летом выйти из душа и укутаться, чтобы просто собрать капельки, когда не нужно ничего теплого, чтобы просто не была кожа влажной. Вот. И давайте перейдем дальше. Следующий мой заказ приобретения на мне. Это ночная сорочка. Называется Росария. Она такого глубокого бирюзового цвета, но вы немножко на камере видите ее более приглушенного оттенка. Она очень яркая. Я даже не знаю, как вам передать. Но на фотографии, я думаю, на фотографии, на примерке вы увидите ее в том цвете, в каком она действительно есть. Сейчас как-то вот почему-то по-другому передается цвет. Не понимаю, почему. Не могу это объяснить. Так вот. В общем-то, в данном заказе, в данной сорочке, как и во всех остальных заказанных вещах, я вообще не вижу никаких недостатков. Нитки не торчат. Строчки ровные. Все симметрично. Сидит замечательно. Есть вещи, которые я заказывала себе. Есть вещи для мамы. Себе я заказывала 56 размер. Для мамы 54. Все это будет озвучено в процессе и показано на примерке. Давайте дальше пойдем. У нас идет вот такая туника. Красивая. Называется Хаки. Интересный здесь рукавчик. Брала ее для себя. Мне понравилось, что она вроде бы простая, но в то же время оригинальная. У нее симметричный вырез, но в то же время есть асимметрия в виде пуговок. Пуговки причем разного размера. И сделаны как будто бы под дерево. Или даже какие-то бамбуковые что ли. Очень она такая вроде бы простая, повторюсь, но что-то в ней вот есть необычное. Она меня зацепила. На примерке также тоже увидите. В магазине можно было выбрать любую расцветки. Там было представлено, по-моему, 4 или 5 расцветок. Мне понравилось больше всего Хаки. И я для себя открыла, что надо не привязываться к одному любимому цвету, а пробовать разные цвета. Потому что меняется образ, меняется прическа, цвет волос, макияж и так далее. И под разные образы подходят разные цвета. Так что давайте меняться вместе. Итак, друзья, следующий мой заказ. Вот такая вот двухцветная туника. Называется васаби. Она теплая. Такого приятного, не знаю, материала. Как будто бы пушистая, но в то же время не пушистая. В общем, покажу поближе. Может быть, вы что-то для себя откроете. Ну, как будто бы это шерсть, но это не шерсть. Это такое цельное полотно. То есть, она не вязаная, но складывается впечатление, как будто бы вязаная. Очень интересный крой. Она асимметричная. И на темной стороне есть вот такая вышивка с стразами. Полностью весь рисунок в стразах. Есть темненькие, есть светленькие. Очень необычно. Декоративные пуговки. Мне понравилась асимметрия. Здесь также асимметричный низ. Одна половинка чуть длиннее второй. И цвета, видите, сделаны как будто в шахматном порядке. То есть, левая часть серенькая, правая темно-серого. И вот здесь вставочка светло-серого. Вот такая интересная спинка, темная полностью. На примерке тоже увидите. Полностью довольна моделью. Данную модель выбирала для себя. Но она пришла на размер меньше. Поэтому отдала ее маме. На мне, вы увидите, она очень плотно сидит. Немножко все-таки маловато. Вот поэтому отдала ее маме. И она вполне довольна. Нареканий нету. Отличная ткань. В ней тепло. Нитки не торчат. Швы не трещат. Все замечательно. Стразы все на месте. Ничего не отклеилось. Одни плюсы. Следом у нас с вами вот такая вот туника летняя. называется физалис с цветами и какими-то восточными мотивами. Она очень интересная, красивая. На примерке увидите. Здесь есть кармашки в боковом шве. Довольно-таки удобно. Ой, неудобно. Но они довольно-таки глубокие и удобные. Немножко она расклешается спереди. Здесь есть такой декоративный шов, из которого с кладками расходится передняя часть. Рука в три четверти. В общем-то, довольно-таки удобная. Сто процентный хлопок. Ткань очень приятная. В ней не жарко. Она приятна к телу. Такую даже немножко прохладу дает. Очень приятная ткань. В общем, и сидит тоже довольно-таки свободно. Брала для мамы. Соответственно, 54 размера. На лето ей понравилось. Следуем дальше. Вот такая интересная туника. Необычная. Называется Маргоша. Тоже заказывала ее для мамы. Она из плотного трикотажа. Но при этом не слишком жаркая. Но я бы сказала, что она подойдет на прохладное лето. Либо на теплую весну. Здесь необычный рисунок. Все это одна ткань. Просто детали выкроены в разном направлении. И вот такая вот она. Необычная. Спереди элементы в разном направлении. Сзади кокетка. И обычная спинка. Рукавчик тоже три четверти. Она довольно-таки свободная. И мама довольна. Тоже здесь есть вот такой кармашек с хлястиком. И, по-моему, все. Здесь больше нет кармашков. Ну, это как рубашечного типа. Такого плана. Тоже нареканий нет. А то нитки нигде не торчат. Идеальные швы. Как сидит. Маме тоже понравилось. Хотя я милела на себя. Но она тоже уже одевала. Так что ей все нравится. Поехали дальше. Следующий у нас вот такой жакет. Называется он Эбигейл. Тоже был в разных расцветках. И бордовый. И зеленый. У нас темно-темно-синий. Практически черный. Вот с таким рисунком. Это как будто бы, не знаю, розы или пионы. Что-то такое. И лепестки, они чуть-чуть полупрозрачные. Такие сейчас попробую показать. Может быть, увидена будет прозрачность. А может быть и нет. Наверное, не видно, что они полупрозрачные. В общем, ткань такая. Это ткань тоже. Лепестки. Это другая немножко ткань. Я так понимаю, что это нижняя часть ткани. На которую нанесена другая ткань. В общем, очень интересная техника. Можно по подкладке видеть, что ткань с обратной стороны белая. И вот белая ткань, это как раз-таки лепестки. Она немножко даже не белая, а с такими переливами золотисто-коричневыми. И вторым слоем идет вот такая синяя ткань. Но это не два слоя ткани. Это одна ткань. Просто она какая-то вот интересная такая. Не знаю, как называется эта техника. Набивной рисунок или что-то в этом духе. Очень похоже, как вот гардины делают. То есть рисунок такой. Не знаю, в общем, не буду врать. Очень интересная техника. И очень красиво смотрится. Также, повторюсь, были разные цвета. Вот. Она на молнии. Или он, жакет, наверное, на молнии. Правильно будет сказать. Ну и можно видеть здесь швы. Все, что есть, все очень аккуратно сделано. Все обметано. Воротничок полностью пришит. Все замечательно. Вообще нет нареканий никаких к этому заказу. Он просто идеальный. Вообще нет нареканий. Просто идеальный заказ. И на модели вы можете видеть, как сидит. Точнее, на модели. На мне. В общем, маме тоже модель понравилась. Но она сказала, что надо было брать бордовый. Потому что темно-синий. Его практически не видно. Видно, что как будто бы это все-таки черный цвет. А ей хотелось яркости. Но может быть, в следующий раз мы закажем бордовый. И поехали дальше. Дальше у нас вот такое вот платьице. Я выбирала его для себя. Называется оно Хаки. И это платье было на замену. Я не помню, что я заказывала вместо него. Но той позиции не было. И мне предложили выбрать что-то. Я выбрала это платье. Оно очень тоненькое. Очень легкое. Оно не трикотажное. Обычная ткань. Хлопок. Но может быть, какая-то небольшая примесь есть. Очень приятная ткань. Легкая. Здесь есть кармашки. Отрезная передняя часть по талии. И в нее вкроен карман. Приятная модель. Очень хорошо сидит. Отделка темненькая. С пуговками. Тоже мне очень понравилось, что она такая. Что-то в ней есть изюминка какая-то. На рукавчиках тоже. И сбоку есть лампасы, которые вы увидите на примерке. Модель мне очень понравилась. Очень приятно сидит. И вообще приятно в ней быть одетым. На лето самое идеальное платье. В общем-то погулять. Даже вполне на работу можно сходить. Приятное легкое платье. Дальше у нас вот такая туника. Которая называется Малахит. Выбирала я ее для себя. Она просто потрясающая. Опять цвет передается совершенно не таким, какая она есть на самом деле. Она такого глубокого бирюзового цвета. Более насыщенного, чем сейчас на мне сорочка. Не знаю даже, как вам передать этот цвет. Может быть вы увидите его на примерке полноценно. Сейчас посмотрю. Нет, так она вообще темно выглядит. И вообще не похоже. В общем, не знаю. На примерке вы должны увидеть ее настоящий цвет. Вот. Также выбирала из разных цветов. Выбрала именно этот. Он яркий, сочный. И она просто очень эффектно сидит. Тоже мне понравилась ее оригинальность. Рукавчики. Огромные пуговицы. И здесь клевой низ. Фигурный. Здесь как бы уголки немножко вытянутые. И здесь есть разрезик. Получается такой полукруглый низ. Надеюсь, что видно. На примерке это будет видно. Моделью очень довольна. Она классно сидит. На лето самое то. На работу пойти. Очень красивая. Даже можно просто куда-то сходить в ней. Аккуратно выглядит. Строчки все ровные. Нитки не торчат. Ну, что мне вам говорить. Я уже сто раз эту фразу повторяла. Пуговицы пришиты ровно. Нитки тоже не торчат. Довольно-таки хорошо держатся. Не оторвешь. Ну, вообще вот просто нареканий. Вообще никаких нет. Идеально все сшито. Идеально все сидит. Вообще нет проблем. Поехали дальше. Итак, следом у нас вот такое платье. Синяя с горохом. Вы увидите его тоже на примерке. У него многоярусная юбка. Многоуровневая. Или как это сказать? Многоярусная, наверное, все-таки. Чередуется синий цвет и синий с горохом. Заказывала для мамы. Она немножко ожидала другого. И когда увидела это платье, немножко не знала, как себя вести. Ну, в шоке. То есть, она на модели, когда выбирала, платье выглядело немного иначе. Тут очень ярко выраженный горох. Это ее немножко смутило. Но, в принципе, на лето она согласилась на это платье. Оно приятное. Чистый хлопок, без примесей. Ну, вот прям вот текстильный такой хлопчатобумажный трикотаж. Классический. В принципе, в платье очень даже ничего. И на примерке на мне вы его увидите. Оно и на мне сидит неплохо. Юбка довольно-таки длинная, ниже колена. Платье свободное. Сверху присборенное. Тоже очень красиво смотрится. И нету никаких лишних застежек, которые бы стесняли движение. Оно просто надевается через голову и аналогично снимается. В общем, удобное, легкое платье. Поехали дальше. Итак, друзья, финальная модель. Это платье. Заказывала его для мамы. Она им очень довольна. Немножко тоже, когда модель выбиралась на сайте, по фотографии, ткань выглядела несколько иначе. На деле это оказался довольно плотный трикотаж. Трикотаж плотная ткань, не блестящая и не настолько яркая, как она была на фотографии на сайте. Покажу вам поближе. Рисунок довольно интересный. Структура ткани, не знаю, увидите вы или нет, она как будто бы рубчиком. Платье тянется, но не сильно, потому что трикотаж плотный. Строчки все аккуратненькие. Ну, что мне вам сто раз повторять. Все мне понравилось. На мне вы платье увидите, как оно сидит. Оно на мне довольно-таки плотно сидит. На маме посвободней. Длина мне понравилась. Может быть, я что-то похожее себе на лето тоже закажу. Посмотрим. Вот такой у меня был заказик. Надеюсь, было интересно. Все модели нам понравились. Мы обязательно будем еще заказывать на этом сайте. Работает с сайтом и с менеджерами сайта магазина. Точнее, нам понравилось. Все очень комфортно. На протяжении всего заказа менеджер контролировала. То есть, полностью, когда не нашлись модели, мне прислали сообщение. Мне позвонили, поскольку я не ответила сразу. Мы выбрали другие модели. В общем-то, ничего такого сложного. Мне понравилось, что со мной действительно работали, как с клиентом. И все какие-то нюансы, они обсуждались. И это было в очень оперативном порядке. И посылка тоже дошла буквально там дня за четыре. И, в общем-то, было прям неожиданно быстро. Я не думала, что посылка так быстро дойдет. Вот. В общем-то, всем довольна. Надеюсь, вам тоже понравилось. Заходите на сайт, знакомьтесь. Это не реклама. Просто рекомендую хороший, качественный магазин. А мы с вами увидимся очень скоро в новых видео. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте мне лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok